На протяжении многих лет, в начале мая, участники клуба ветеранов «Ты помнишь, товарищ» проводят встречи со школьниками. Такие уроки мужества всегда посвящены Великой Отечественной войне и советскому народу, который одержал Великую Победу. На очередную встречу клуба ученики Тверской школ прошли с портретами своих дедов и прадедов. Со своей стороны ветераны поделились боевыми воспоминаниями. Ветеран Великой Отечественной войны Спартак Андреевич Сычев – главный гость этой встречи. Свой военный путь он начинал на Калининском фронте. Освобождал Ржев, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Участвовал в боях на Курской дуге, освобождении Киева и Праги, взятии Берлина. Мне пришлось участвовать в победе советского народа Великой Отечественной войны. В два с половиной года я непосредственно находился на фронте. В 46 лет я находился в ледах вооруженных сил. Шествия бессмертного полка в этом году не было, но участники самых разных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, приходили на них с портретами своих родных участников войны. У многих сидящих здесь, в этом зале, с собой наверняка портреты родных и близких, которые заслужили эту победу. Так давайте будем достойны их памяти, их подвига. Наши деды и прадеды отстояли для нас право жить. Отстояли для нас право быть свободными. Дышать, мечтать, планировать, творить, созидать. О своих родных, их боевом пути или тяжелейшей работе в тылу рассказывали все участники заседания клуба «Ты помнишь, товарищ». У председателя клуба Владимира Филипова на войне погибли оба деда. Ему было, когда его призвали, 46 лет. У него было пятеро детей. Самому младшему был годик. И вот он ушел и погиб в 43-м году. И есть его письмо, последнее письмо, он пишет в декабре 43-го года. А буквально, говорит, завтра в бой, и в этом же бою и погибает. В завершение встречи студенты музыкального училища исполнили для присутствующих песни военных лет.